До единого дня голосования остается чуть меньше месяца. О ходе предвыборной кампании, на территории округа и о готовности избирательных комиссий шла речь на встрече главы региона и председателя окружного избиркома. Школа на вертолете. 28 августа в регионе начнется кампания по доставке школьников из населенных пунктов округа в Наринмар. Агропромышленная кампания округа перевыполнила план по кормозаготовке. Сейчас на лугах предприятия идут завершающие работы. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Губернатор округа Игорь Кошин провел рабочую встречу с председателем Ненецкой избирательной комиссии Георгием Поповым. Глава регионального избиркома рассказал о ходе предвыборной кампании на территории НАУ и о готовности избирательных комиссий к проведению единого дня голосования. Во всех 10 муниципальных образованиях избирательные комиссии завершили регистрацию кандидатов. На 4 мандата сельских глав выдвинулись 19 человек. Все зарегистрированы. На 67 депутатских мандатов документы подали 128 человек. Зарегистрировано 124 кандидата. Конфликтных ситуаций в ходе отказа в регистрации не возникало, доложил Георгий Попов в ходе встречи с главой региона. В сельских поселениях самый высокий конкурс в селе Ома – 9 кандидатов на место главы. В восточном поселке округа Усть-Кара и в Припечорском селе Антик по 3 кандидата на должность руководителя муниципалитета. Избирком Пустозерского сельсовета зарегистрировал 4 кандидатов на должность главы. На мандат городского депутата по центральному избирательному округу претендует 6 человек. Говоря об активности партии на предстоящих выборах, Георгий Попов отметил, что партия «Единая Россия» выдвинула в общей сложности 71 кандидата. 37 человек идут на выборы от ЛДПР, 4 кандидата, представленные КПРФ, и двое от «Справедливой России». Особое внимание на предстоящих выборах глава региона попросил уделить избирателям с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них должен иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом, подчеркнул Игорь Кошин. Вертолеты доставят из тундры на учебу порядка 300 детей Ненецкого округа. Школьники, постоянно проживающие в отдаленных поселениях или кочующие с родителями в тундре, вернутся на учебу в конце августа-начале сентября. Первый рейс школьного вертолета запланирован на 28 августа. На 9 специальных рейсах Наринмарского объединенного авиаотряда школьников вывезут из 19 населенных пунктов округа и порядка 40 мест кочевий семейных родовых общин. В частности, местами стоянок вертолетов в предварительном графике полетов обозначены стоянки общин Нерута, Ямпто, районы Канин, Ярию и Морию, места кочевий СПК «Восход», СПК «Харп» и СПК «Ерф». Ежегодно на перевозку учащихся школ-интернатов НАУ из окружного бюджета предусматривается около 25 миллионов рублей. Ненецкая агропромышленная компания перевыполнила план по кормозаготовке. Сейчас на лугах предприятия идут завершающие работы по покосу травы, формовке в рулоны, упаковке сена и сенажа. После окончания сенокоса аграриям останется лишь доставить корма в окружную столицу. На одном из участков Ненецкая ПК побывала наша съемочная группа. За рабочую смену тракторист Алексей Филиппов наматывает не один десяток километров. Траву режет роторной косилкой, которая присоединена к Белорусу. Работа хоть и нелегкая, но для мужчины в радость. Пенсионер уже четвертое лето проводит на Урпинских лугах. В этом году, несмотря на позднее начало сенокоса, идут с опережением графика. Уже заканчиваем. Погода заканчивается. Последний день-два. Погода. Погода, погода. Ну и трудиться, работать. Всего на этом участке трудится 10 человек. Работают сельскохозяйственники на современной технике. Скошенную траву собирают и утрамбовывают в тюки, а после упаковывают в рулоны. Вес так называемой таблетки с сенажом около 700 килограммов. Всего же на этом участке Нинецкой агропромышленной компании планируют заготовить около тысячи таких рулонов. В них исключительно качественное сено. Его аграрии проверяют прямо на месте. Есть лагомеры, но мы уже... То есть он вот сухое сено всего было. Вот так вот раскручишь, он должен полностью раскрутиться. А это сырое. Вот это на сенаж даже нельзя готовить. Кормозаготовительная компания этим летом выдалась непростой. Из-за позднего ледохода и большой воды огромная часть лугов была затоплена. В поля аграрии вышли только в конце июля. Мы боялись, что, ну, грубо, на полмесяца позже начали. И какая погода? Ну, в этом году опять с погодой повезло. Поэтому я знаю, что уже и качество корма хорошее, но до и будет все нормально. Если быть точнее, аграрии уже заготовили 1700 тонн сена и почти 2500 тонн сенажа. Этого количества хватит для нужд агропромышленной компании. Кроме того, хозяйственники готовят и так называемый резерв, а также сено на продажу населению. К концу недели работы на всех четырех участках Ненецкой АПК завершатся. После этого останется лишь вывезти корма в окружную столицу. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Удержаться в седле и преодолеть препятствия. Впервые в Наринмаре прошли конные соревнования. Итоги недели в новом формате. Телеканалы «Север» и «Россия-1» Наринмар приступили к работе над новым проектом. Увидеть его телезрители смогут уже в это воскресенье. Сегодня в Наринмаре прошли первые в истории конные соревнования. Еще год назад сама мысль о проведении подобных состязаний в столице Заполярного региона казалась далекой и очень призрачной. А уже сегодня юные участницы конно-спортивного клуба «Фортуна» ловко держались в седле и заставляли зрителей замирать от страха, перепрыгивая через высокие преграды. За конкуром и смелыми наездницами наблюдала Ирина Цепетова. Такая юная, хрупкая и одновременно смелая – это первые мысли об Ане Сивковой. В седле участницы конно-спортивного клуба «Фортуна» уже целый год. И страшной ей было только в первый раз, признается Аня. Самое сложное в верховой езде – найти диалог с лошадью. Управлять эмиграциозными животными не всегда просто. Если честно сказать, то немного да, потому что лошадь может не слушаться, и просто не заворачивая, никуда не идти, ты должен всегда справляться, должен быть силой. Вместе с Аней участие в конном конкуре принимали еще пять наездниц. По словам главного идейного вдохновителя, директора клуба и президента общественной организации содействия развития конного спорта в Неницком округе Ирины Савариной, это самая подготовленная на сегодняшний день участница. Но даже при самой серьезной подготовке порой случаются неудачи. Сегодня наездницы заставили изрядно попереживать своих зрителей. Впрочем, такие ситуации только закаляют девчонок. Смелые и упорные, они берут лошадей под узцы, садятся верхом и продолжают соревнования. Ведь сегодня на них смотрят родители, друзья и близкие. Детям это очень нравится, очень волнуюсь. Но я думаю, что стоит этим заниматься. Хороший вид спорта и общение с лошадьми, с такими благородными животными. Пойдет на пользу детям. Кроме конных состязаний, благодарные публике представили театрализованное выступление спортсменов. В ярких костюмах наездники продемонстрировали умение держаться в седле и управлять лошадью. Самые громкие аплодисменты снискал самый юный участник конного клуба Никита Ляпин. В конный клуб 7-летнего Никиту привел папа. Юный наездник, уверенно держится в седле, уже имеет своего любимчика, лошадь по кличке Балтика и мечтает ездить верхом самостоятельно. Ну, один я скоро буду уже кататься. Я пока катаюсь у крыси, мы этим и шагом, а потом и голубым буду скакать. Говоря об участниках соревнований, хочется сказать и о тех, в чьем седле ребята сегодня демонстрировали свои успехи. Это лошади Балтика, Манхэттен, Тутси, Волковер и Нефрит. Каждая из них неповторима. Всего в клубе «Фортуна» сегодня живут шесть лошадей. Говорят, что лошади – животные с особой психологией. У каждой из них свой характер и даже душа. И кажется, что эти красавицы переживали сегодня не меньше, чем сами участницы соревнований. Кульминацией праздника стало подведение итогов конных соревнований. По итогам конкура первое место заняла Александра Воложина. Второе и третье места – Шустрова Анна и Анна Ситкова. Без грамот, медалей и кубков не остались и призеры, и участники театрализованного представления. Кстати, в клубе сегодня занимаются несколько десятков детей. Год существования клуба показал – у конного спорта в нашем округе есть будущее. Дело осталось за развитием этого направления. Официальный тренер у нас один – Роберт Рахматуллин. Занимается с детьми. Я думаю, что если нас поддержит город, мы возьмем второго тренера, потому что Роберту очень тяжело, наплыв детей, и тоже тяжело человеком справляется. Но вы чувствуете, что детям нравится, что можно развиваться? Конечно, конечно, конечно. Мы же видим, наблюдаем за детьми, сколько приходит детей, взрослых. Надеемся, что клуб разовьется. Так что могли посетить, город мог посетить. Мы пока берем только часть города, потому что мы не можем вместить всех. Этот день стал не только началом славной традиции проведения конных соревнований в Ницком округе, но и был приурочен к празднованию Дня лошади. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Жители Ненецкого округа провели летний отпуск в 23 странах. Такие данные приводит крупнейшая туристическая компания региона. В этом году северянами куплено на 10% туров больше, чем в прошлом году. Главным образом это путевки на море и в санатории для лечения. Где отдыхают жители Заполярья и во сколько обходится летний отпуск, разбирался наш корреспондент. Мы в городе Кемере, в Турции отдыхаем. Сегодня решили немножечко прогуляться в горы и зашли в пиратскую бухту, пешком туда добрели. Такую красоту наблюдаем. Через горы. Замечательного вам отдыха. Мои знакомые Катя и Максим подтверждают общероссийскую тенденцию. После возобновления чартерного авиасообщения с Турцией, россияне снова выбирают эту страну для летнего отдыха. По оценкам экспертов, в этом году на турецких курортах отдохнут от 2 до 3 миллионов россиян, в том числе жителей Ненецкого округа. У северян Турция занимает первое место в списке популярных направлений летнего отдыха. По данным самого крупного туристического агентства региона, треть проданных туров на лето принадлежат Турции. Главным образом туристов привлекают знакомая культура и оптимальное соотношение цена-качество. Средняя стоимость путевки на 14 дней с вылетом из Москвы обойдется в 49 тысяч рублей на человека. Можно сказать, что сработал отложенный спрос. Как только наши отношения наладились и открылись чартеры на Турцию, наши россияне стали гораздо активнее покупать туры в эту страну. Ну и плюс еще то сработало, что все-таки турецкий туристический бизнес постарался предложить наиболее приемлемые условия. На втором месте популярных курортов у жителей округа Черноморское побережье. Наибольшим спросом пользуются Сочи, Адлер и Геленджик. Крымом тоже интересуются, но в меньшей степени, чем годом ранее. Отдых на российском Черноморье обойдется примерно в такую же стоимость, как и в Турции – около 50 тысяч рублей на человека. На третьем месте в приоритетных направлениях отдыха – Болгария. Далее – Тунис и закрывает пятерку Кипр. Словом, северяне по-прежнему предпочитают проводить отпуск на море. Люди, живущие на севере, они, естественно, прежде всего интересуются пляжным отдыхом. Это на 80-90% все наши клиенты интересуются именно пляжным отдыхом. Либо возможностью совмещать экскурсионный и пляжный отдых, либо совмещать лечение с пляжным отдыхом. Такие варианты. То есть это то, что наиболее актуально. Если пять лет назад жители округа активно ездили в Европу, в этом году количество покупаемых туров существенно снизилось. По словам Юрия Тюлюбаева, причина тому – процедура обязательной дактилоскопии. Отпечатки пальцев делают либо в столичных городах, либо в Наринмаре, но за большую стоимость. Это и приводит к удорожанию путевки в целом. Говоря о новых направлениях отдыха, в агентстве отмечают – этим летом начали покупать туры в страны бывшего СССР – Азербайджан, Грузию, Киргизию. Богатая история, национальные традиции и местная кухня. То, зачем едут в эти страны. Татьяна Поздеева свой отпуск провела в еще диковины для россиянина стране – Монголия. Говорит, это то место, где можно окунуться в мир восточной культуры. Нас привезли на автобусе в юртовый лагерь, высадили там. И мы жили в таком очень интересном месте, где рядом есть пустыня Гоби. Ты направо пойдешь – горы, налево пойдешь – пустыня, а вокруг – степи. И захотел на верблюдах покатался, захотел на конях поскакал. В числе проданных туров есть и экзотика. Но это скорее единичные случаи. В целом жители Ненецкого округа провели лето в 23 странах. Это говорит об увеличении интереса к путешествиям и растущей платежеспособности. По сравнению с прошлым годом, северяне купили на 10% больше летних путевок. И это не считая туров, приобретенных самостоятельно. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Новости в новом формате. С этой недели в нашем эфире будет выходить новая информационно-аналитическая программа «События недели». Над ее созданием работают журналисты телеканала «Север» и «Россия-1» «Наринмар». Телезрители ждут специальные репортажи, расследования и прямые включения с места событий. Премьера программы состоится в это воскресенье, 20 августа. Вечер за моей спиной идет генеральная репетиция программы «События недели». Увидеть ее в эфире вы сможете уже в это воскресенье. Она выйдет в эфир телеканала «Россия-1» в 10 часов 20 минут и в 20.00 на телеканале «Север». Журналисты двух телекомпаний Ненецкого округа теперь будут работать над одним общим проектом. Это будет новый формат итогового выпуска новостей с обзором самых актуальных, социально значимых, интересных событий, происходящих в Ненецком округе. Мы решили объединить усилия двух коллективов – это журналисты, операторы, монтажеры, чтобы сделать одну качественную, хорошую программу с аналитикой, с развернутыми материалами, со специальными репортажами. Это делается для того, чтобы обеспечить нашу аудиторию качественной, правдивой, самое главное, свежей информацией, все, что здесь у нас происходит. В программе «События недели» мы будем освещать проблемы жителей округа, разбираться в спорных вопросах и ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы и держать наших телезрителей в курсе событий. Главная задача, чтобы в обновленных событиях недели было как можно больше журналистских расследований. Это коррупционные скандалы, это нарушение прав людей, в общем, все те проблемы, с которыми сталкиваются простые жители региона. Но еще важный момент, чтобы люди сами шли с нами на контакт, давали интервью, при этом откровенные, потому что порой зачастую мы сталкиваемся с проблемой, когда люди не хотят говорить. События недели – это не просто обзор новостей. Новый формат программы предусматривает интерактив между ведущим и авторами специальных репортажей, а также экспертов, которых мы будем приглашать к себе в студию или общаться посредством прямых включений. Программа «События недели» будет выходить в эфир каждое воскресенье. Ее можно смотреть на телеканале «Север», «Россия-1» или в интернете. Основная цель нового совместного проекта – это максимальный охват аудитории. Мы хотим стать еще более доступными для всех зрителей как в регионе, так и за его пределами. Сегодня телеканал «Север» все желающие могут посмотреть в пакете «Триколор», на кабельном телевидении, IPTV, а также на нашем сайте. Кроме того, вы можете посмотреть новый проект на телеканале «Россия-1» в аналоговом вещании. Премьера программы «События недели» состоится в это воскресенье в 10 часов 20 минут на телеканале «Россия-1» и в 20.00 на телеканале «Север». Вы смотрите информационную программу «События недели» о самом важном и интересном, что произошло за минувшие 7 дней. Вам расскажут наши корреспонденты. Я, Владимир Томилов. Здравствуйте. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.